9 сентября, суббота, 23-й год. Кто-то в Сараты на набережной турники гнет. Я здесь на тренировке, жду ребят. Будьте здоровы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Тихо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я уже частично физкультурой на Укеке позанимался. Я все эти руки умываю, а с ними у вас тут занимался. Играет музыка. 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 Нет, хорошо. Я немножко заблудился, и как раз за полчаса до меня оттуда уехал краеведов Сафронов, ну, с родничка под Воропаевкой. Ну, там знакомое мне место, типа места силы, ну, там купель, там, где окунаешься. Ты купаешься? Ну, я очень редко. Вот там, под Воропаевкой, на родничке, я до этого был в 2017 году, и вот потом... Ты зачем мяч? Спиной, животом, помнишь, да? Да, и вот потом, месяц назад, на электричке до Коломивовки доехал, а оттуда на велосипеде. На 9-100, да, у меня теперь, маму мне принесла из Беларуси Велик, на котором я там катался. Хороший? Да, хороший. Молодец. Так что я в электричестве ехал тогда до Коломивовки, вот месяц назад, а с Коломивовки уже по проселкам на нем ехал до Воропаевки. Он под Воропаевкой я заблудился немного, потерял почти час, и как раз разменулся с Сафроновым, но я, правда, его не знаю. Мне просто там сказали на Рыдничке, что он не так был ехал. Он был, да? Да. А ты слышал про такого хрена Сафронов, если я правильно не слышал? Слышал. Ну вот, интересно, он тоже на Рыдничке под Воропаевкой был. За полчаса до моего прихода уехал. Ну, видишь, Женя с Петром. Да. Может быть, чуть-чуть, может быть, тоже получится. Ты не замерзжешь, да? Ну, я, кстати, особо не приеду, потому что я сейчас не особо готов общаться. Так что даже и хорошо, что разменулишь. А со мной это нормально пообщаться? Да, нормально. Со мной по-простому же, правильно? Так, ты не замерзнешь? Я просто занимаюсь, занимаюсь, не открываюсь. Смотри, аккуратнее, так ладно? А, да. А, кстати, да. Нет, это стекло прям. Угу. Я пока настраиваю. Молодец. Выход силы, да, сделал? Да. Выход на две даже, если ты можешь сказать правильный. Да. Молодец. А пойдем переворотик. А, нет, на одну по-моему. Выход на одну сделать? Да, на одну. Пойдем переворотик. Помнишь, как ноги закидываешь туда? Раз. Сейчас. Одновременно надо тянуться и ножки закинуть за перепланией. Ноги. Оп. Да. А попробуй сделать не сначала подтянуться, а потом закинуть. Попробуй одновременно в действии. Ага. То есть, ты вот только тянешь руки где-то на одну треть. Если ты их подсогнул и ноги закинул, то тебя бы энергия выкинет самого. Ага. Давай. Тянись. 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 Не-не-не, ты не расскажешь. Тянись. Рано. Ой. Смотри. Смотри, пожалуйста. Легко и просто. Посмотри. Я тянусь и тут же ноги закидываю. Вот. Попробуй так. Вот на одну треть. Вот здесь мы рассмотрим половину. Ну как? Раз, два, три. Третья, да? Вот на одну треть. Только ты ручки заводишь и сразу ноги поднимаешь. Инерция тебя к роману самого. Вот. Вот. Да. Да. Чуть-чуть ноги надо было раньше. Чуть-чуть раньше надо было. Интересно. Вот эта техника, она поможет и на разные ветки залезать, там на козырёк. Почитай, да. Ты чё? А, ты же здесь не был, когда плакаты висели. Давай, давай. На советский. Ура, советский плакат. А вон то, видел? Надпись буквы из какого на этой стиле. Смотри. Вот на этой. Третий видел? Смотри. Да, на эти. Видите? Если издалека посмотреть, из них буква СКК нужна. А, да, да. СКК. Видишь? Эти, может быть, и видел. Вот, может, почитать, если хочешь. Побросай мяч. Пайк. Да. Всё как у нас. Всё как по-старому. Как в детском садике и как в ясках. Ну, мы как братаны с тобой, поэтому. Тебе можно всё, но не балуй, ладно? Да, да. Ну, да. Хочешь, пообщайся, хочешь, в тишине. А, да. Сейчас. Вот, чуть листом. Какой у тебя анекдот. Нет, нет, нет. Сейчас я тоже. А, я сейчас... Я сейчас... Я сейчас... Кувалду разбивал недавно. Получилось. И там примерно такая же кувалда и так... Пневма там. Ну, я не пневма, я обычно ручной. Нет, нет. Там, на аптеке. Это опять сын, по идее, делает. Ну, там, при мне тоже вычитают кувалду. То есть, там, при мне пацанчик, и взрослый дядь помог ему поднять, ну, тысяч. По подкладной этой штуке. Монета влача есть у Кека? Ой, наверно. На нее кладется такая подкладная штука с формой, и по ней долбанули кувалдой. Формой. Пятикилограммовой. Или восьми, не знаю. Да. Ты на... Ну, у Кеки деньги пьют. Класс. Данил, ты Русская община знаешь такую организацию? Что-то слышал. Русская община. Семнадцатого... Ой, оставь. Шестнадцатого сентября. База Кельпинг. База Натура. Вот ты вот, где пески у нас. Ну, в Покровске. Там будет проводиться третье собрание Русской общины. Молодецкий Забава. И общины Лайки. Третье. Забри. Попатья, пойдем. Попатья, пойдем. Если что, приезжай, на густах поиграем. Ну, интересно. Смотри. Поучаствовать. Поучаствовать. Шестнадцатая. Так, на сентября. Через неделю. В субботу. В субботу. В субботу. Только погода была хорошая. Русская община. Шестнадцатый сентября. Интересно. А где это именно... Это кемпинг к натуре. Если в ВКонтакте зайдешь на страничку, я думаю, там ты сможешь информацию поподробнее. Либо попросить надо. Может, Петра Владимировича сбросит. Ага. Захаров, ты с ним общаешься? А, ну да, в диалоге это же есть у нас. Напиши просто информацию. Скажи, парни сбросите, пожалуйста. Про русскую общину. И все. Привет. Пески. Это где Турбаза? Турбаза? Турбаза. 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 О, отлично. Турбаза. Ну, все равно, чтобы ты не остывал. Ты же помнишь, как поиски очень быстро остывали? Да. Сейчас еще пару корминок сделаем, и мы увидим, и мы смогли. Оля, тем как натура рядом, что ли? Да. Она скажет, конечно, Данька, приезжай, я тебя гуляшом накормлю. Да. Холмушечкой накормлю. Наградь, переборовать в камеру. Или можешь так вообще хитро задать вопрос? Слышала она что-нибудь о турбазе, либо кемпинг-натура? Кемпинг по нерусски, по-английски? Да. Кемпинг. Да. Кемпинг. А по-нашински? Кемпинг. Кемпинг. Да. Литва лагина, по-нашински. Место отдыха вообще. Да. Натур. Натур для Франции. Если стесняешься, что вы можете по комнату уйти, если стесняешься, что я здесь буду, я буду... Не-не, я-то смотрю локал-то. Да. Только тоже не кричи никуда её от твоего возбужденного голоса испугается. Распереживается ли ей, что она готовит, а ты здесь, а она там? Да, наверное. Ну, ладно. Наверное, она там ужином занимается. Вкусно готовит? Да, вкусно. И меня угощало. Вкусно, да. Это вот, который на 19 лет так сменяют. Подруженцы, да? Да. Аккуратно, Данил, окна открыты. Мне кажется, тебе лучше взять мяч, резину, и на него сесть, и где-нибудь... Ну, а ты же не под окном стоял. Где-нибудь, да, располагать. Опять-таки как-то уйдешь. Наоборот, ближе к стене, садись. А, точно. Только возле стенки тоже нет. Living in the world. Кто живет в стене? Хм. Волд. Да. А там Living in the world. А не вол, а волд, да? Голд. А волд стена? Нет. Стена это вол, а мир это волд. А, волд. Да, да, да. А мне слышалось... Living in the world. Да. Покинь стену, да? Living in... А, нет, думал вообще, people... Нет, кто-то там... Living, типа живущие. А, living живет, да. Живущие в мире. Ну да. А, вот еще более прикольное. Я как-то слышал песню, ну, лет двадцать назад. Эээ, Living in the way! Но потом... Слушай дальше... А что-то мне какие-то русские слова начинают слышаться в этой песне Думают по-английски или по-русски поют И потом В очередном припеве уже понял Там не Ливен и Зелэк поют А Ливень не жалей Может быть Вообще, блин Я думал Ливен и Зелэк поют А оказывается по-русски Ливень не жалей Может быть Круто Я вообще песни плоховато расслышиваю Даже русские Но русские более-менее Я тоже, Данил В этом ничего нет Страшного Сейчас ты, может быть, дождешь Сергей Сергеевич приедет Он с мероприятием Оно уже поедино уже заканчивается Еще раз, сколько это с кельтой поживается? На туру